Сегодня мы начнем изучать некоторые вещи о могущественной мощной силе веры, духовной силе, которая уже есть в вашем духе, которая дана вам Духом Божьим. Не пропустите ничего из этого. Я вернусь к сегодняшним посланиям буквально через минуту. Механику нужен правильный инструмент, чтобы отрегулировать двигатель машины. Строитель использует соответствующее оборудование, чтобы заложить крепкий фундамент. Живите победоносной христианской жизнью и используйте свою веру так, как Бог предназначил это. Получайте нужные вам прорывы и становитесь духовными электростанциями, которыми Бог призвал вас быть. Целенаправленно используйте свою веру и делайте свою жизнь лучше, полной мира, здоровья и свободы. Пусть ваша вера поднимается на новые высоты и живите активной верой. Ваша вера является тем, что все меняет. Приведите ее сегодня в действие. Развивайте свою веру и ходите в победе. Вы смотрите специальный выпуск передачи «Победоносный голос верующего», который впервые был в эфире в мае 1989 года и является частью базовых классических серий миссий Кеннета Копланда. Присоединяйтесь к Кеннету Копланду в его послании на тему силы веры. Хвала Господу, скажу вам. Нас ждут восхитительные вещи. 20 с лишним лет назад. 22, 23, 24 года назад. Так, позвольте мне быть более точным здесь. Я принял Господа Иисуса в 1962 году. И затем, где-то меньше, чем через год после этого, то есть более 25 лет назад, я начал осознавать, когда читал Библию. Я до этого никогда не читал Библию. Я вырос в христианской семье, но я не обращал никакого внимания на чтение Библии. Пусть мама это делает. Я никогда сам ее не читал. Я начал видеть в ней повсюду что-то о вере. Казалось, что все, кто что-либо делал, делал это верой. И когда они делали что-то верой, результаты были абсолютно сверхъестественными. И я начал видеть, эй, вот это вера. В ней вся суть. И если я смогу ухватиться за это, если я смогу понять, где она и как ее получить, тогда то, что я делаю, тоже будет приводить к сверхъестественным результатам. Но я не знаю. Казалось, что где бы я ни был, я говорил что-то проповеднику или пастору, я говорил что-то каким-то другим христианам, что-то вроде, скажите мне, как использовать веру. И они смотрели на меня как-то странно и говорили, ну, вы никогда не знаете, что Бог будет делать. Или еще что-то в этом роде. Или лучше быть поосторожнее с этими штучками веры. Я и не мог понять, почему все такие. Я приходил в церковь, и они говорили вам, вам нужна вера. И я говорил, да, да, аминь. И они говорили, вот что я вам скажу. На следующей проповеди в следующее воскресенье говорилось, вот что происходит, когда есть вера. И опять-таки, все те же самые вещи, о которых я читал и которые узнавал, обо всех тех мощных людях веры, и о том, что будет делать вера. Затем в следующее воскресенье проповедовалось о том, что происходит, когда у вас нет веры. И я говорил, о да. Ну, в следующее воскресенье уж точно. В следующее воскресенье мне скажут, где получить веру и что с ней делать, как ее применять. И я приходил в следующее воскресенье, и там опять проповедовалось о чем-то вроде жалоб о плоти Павла, или о бедном Иове. И через воскресенье, или два о том, что Бог будет убивать людей, и что Он сломает мне ногу, чтобы исцелить ее, и что без веры я не смогу исцелиться, и я уже не мог этого выдержать. Когда кто-то, наконец, скажет мне, что же это такое? Что такое вера? Меня так это расстраивало. Я подходил и просил, расскажите мне, как использовать веру. Тебе лучше иметь в этом мудрость. Тебе не стоит лезть в неконтролируемый пожар. Нет, я хотел оказаться в вере. И все это меня сильно расстраивало. Я молился, и я искал Бога. И я нахожусь в поисках веры с тех пор, как стал христианином. Все эти годы это было во мне, в отношении веры. Я хочу знать о вере, обращенной к Богу. И я узнал, что послание к евреям является одним из основных учений Иисуса Христа. Поэтому я, по ходу, буду делиться с вами некоторыми вещами, которые я был благословлен узнать и которым научился за последние 25 лет в отношении веры и нашего использования ее изо дня в день. И эта тема не является каким-то неконтролируемым пожаром, слава Богу. Иногда она бывает безудержной, и она полна огня. Но это не что-то зловещее, о чем Бог не хочет, чтобы вы знали. Нет, слава Богу, это дар Божий. И нам нужно больше узнавать о ней. И перед тем, как мы приступим сегодня к этому, давайте помолимся. И мы попросим Бога, Его Духом, подняться в нас и открыть глаза нашего понимания в отношении этой изумительной, восхитительной, мощной вещи, которую Бог, Иисусом Христом, сделал доступной нам с вами. Отец, мы прославляем тебя сегодня. Мы поклоняемся тебе на этой передаче. Я прошу тебя во имя Иисуса подняться внутри всех нас. Наполни наше сердце пониманием и духовной мудростью в отношении веры Божьей. И мы благодарим тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если у вас есть с собой ваша Библия, я хочу, чтобы вы открыли 11 главу евреям. Вы дух. Бог есть дух. Вы дух. То, что вы являетесь духовным существом, не означает, что это что-то нереальное. Некоторые люди думают, что духовная сфера – это что-то такое абстрактное, невразумительное, о чем в действительности никто не может ничего знать. Нет, нет, нет. Духовный мир намного реальнее, чем этот материальный мир. То, что вы не можете его видеть, и мало когда можете его чувствовать, еще не означает, что он нереален. Это просто означает, что вы не различаете его. Дух сотворил всю материю. Так когда же материя стала более реальной, чем Творец? Нет, знаете, такого не может быть. Быть духом дословно означает, что вы были сотворены Богом на том уровне и в том классе, в котором вы можете и должны, и будете общаться и иметь связь с Богом, с самим Божеством. Я имею в виду, что Он пришел к нам в Иисусе Христе. Бог явлен и во плоти. Итак, как я уже сказал, духовное существо реальне. Духовное существо реальне. И не судите о духовных вещах по мультфильму «Каспер и его друзья». Хорошо? Вы помните Каспера, главного героя этого мультфильма? У него круглая голова и два глаза, и на него наброшена простыня. И он летает по воздуху, и за ним развивается эта простыня. Нет, 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 нет. Духовное существо совершенно не такое. Если бы мой дух вышел из моего тела, и вы могли увидеть мой дух, увидеть настоящего меня, вы сейчас смотрите, не на меня, вы смотрите на мое тело. И вы в действительности видите лишь малую часть моего тела, потому что мое тело облачено в одежду. А вот мой дух тоже облачен. Мое тело облачено в одежду, а мой дух облачен в мое тело. И если бы вы одновременно могли увидеть мое тело и мой дух, они выглядели бы одинаково. Потому что у духовного существа, у духовного человека есть руки, голова, глаза, ноги. Вы бы не заметили разницы. Это вечное существо. Вечный человек. Это тело. Просто транспортное средство, в котором я передвигаюсь, в котором вы передвигаетесь в этом земном мире, который является материальным. Чтобы мы могли контактировать с материальными вещами. «Если бы у вас не было вашего тела, то для вас, как духа, этот стол не был бы твердым». Иисус, после того, как Он воскрес из мертва, сказал, «Осяжите Меня, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Даже Его воскресшее тело имело плоти и кости. Понимаете? Физическое тело. Однако в Нем не было крови. Слава Божия текла по Его венам в прославном теле, в котором Он просто прошел сквозь дверь после того, как поужинал с ними. Он сел и ел с ними. А затем прошел сквозь дверь, не открывая ее. То есть Он действовал в сверхъестественной сфере. Это не означает какую-то призрачную сферу. Это означает сверхъестественную власть над естественной сферой. А именно, сферу Духа или духовный мир, где Бог есть Бог. Сферу Духа. Аминь. Поэтому, для того, чтобы жить в этом естественном физическом мире, нужны две вещи. Первое. У вас должно быть тело. Вот это плотское тело. Номер два. Вы должны иметь власть на этой земле. Единственное, кто имеет власть на этой земле и имеет полное данное Богом право быть здесь, это человек и все, что подчинено ему. Животные, птицы, деревья. И смотрите, здесь есть, здесь есть дьявол. Он духовное существо. Он также реален, как и Бог. Он не так же силен, но также реален. Дьявол был лишен своей силы. Начнем с того, что он не был сотворен в Божьей сфере. Он находится в ангельской сфере, поэтому он не находится в одном классе с Богом. Он просто пытается быть Богом. Он не Бог. Но для того, чтобы иметь власть на этой земле и жить здесь, и иметь здесь власть, земля была сотворена для человека и всего того, что подчинено ему, что было дано ему для его удовольствия и для его пользы. Поэтому вам нужно иметь это тело. Как вы получаете это тело? Вы должны родиться от женщины. Вы должны прийти сюда через утробу женщины для того, чтобы иметь это плотское тело. Именно поэтому Дух Святой не мог пойти на крест. Ему нужно было иметь тело. И это тело зародилось от Слова Божьего в чреве молодой девушки по имени Мария. Слава Богу! Итак, теперь вы видите сферы власти. Для того, чтобы Дух имел власть на этой физической и естественной земле в полном выражении, ему нужно иметь тело. Именно поэтому дьяволу нужно ваше тело. Именно поэтому бесам нужно ваше тело. И также, именно поэтому Бог хочет, чтобы вы представили свое тело Ему в жертву и позволили Его Духу царствовать и жить в вашем теле. Это позволяет Духу Святому в полной мере выражать себя в этом человеческом мире. Слава Богу! Итак, вы Дух. У вас есть Душа, которая состоит из вашего разума, вашей воли и ваших эмоций. Ваша Душа находится в вашем Духе. Вы не можете разделить вашу Душу и ваш Дух. Когда ваша Душа и ваш Дух отделяются от вашего тела, ваше тело падает и умирает. Но ваш Дух не умирает. Ваш Дух будет существовать и жить вечно. ваше тело умирает. если вы сделали Иисуса Господом в вашей жизни, ваш Дух был сотворен заново, или, как сказал Иисус, рожден свыше, стал новым творением во Христе Иисусе, как говорит 5 глава 2 Коринфянам. Поэтому, если вы рождены свыше, когда ваш Дух отделится от вашего тела, ваше тело умрет и вернется в прах земли. Место этого тела в этой земле это то, для чего оно было сотворено. И это то, где его место. И скажу вам, именно там оно проведет вечность. После воскресения из мертвых, когда это тело воскреснет, и ваш Дух и ваша душа воссоединятся с вашим телом, грядет время, когда Иисус и все подобные Ему, и что я имею в виду, под подобные Ему. Это тело воскреснет в прославленном состоянии и будет таким же, как Его тело было и есть. Он вернется со всеми остальными нами на эту землю. И Он будет здесь. И мы будем здесь тысячи лет. И в конце этого так называемого тысячелетнего правления Иисуса Христа мы будем на короткое время взяты с этой земли. И эта земля будет полностью обновлена огнем. И затем, как говорит Библия, мы снова будем жить на ней. И сам Бог переедет в небесный Иерусалим. Небесный город, который Он спустит с небес на землю. И Бог будет вечно жить со Своим человеком на земле. Вместо того, чтобы требовать, чтобы человек жил с Ним на небе. Он объединит небеса с землей. И это будет более потрясающее место, чем небеса сейчас и чем когда-либо была земля. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя Богу! Аминь! И я сказал все это, потому что я хотел, чтобы вы увидели, что это тело это не вы. Это тело это не я. Оно является временным в том состоянии, в котором оно сейчас находится. Оно будет вечным после того, как оно воскреснет. И в завершении этой мысли мне следовало бы сказать, что нерожденный свыше человек, когда он умирает, его дух временно заточается в ад, который находится в очреве этой земли, физически в центре земли. Он заточается туда. Понимаете? Земля была сотворена для человека, и именно на земле он и будет пребывать. Это не означает, что он не может путешествовать к звездам и все такое. Это все придет позже под контролем руки Божьей. Но на данный момент есть эта земля. Хорошо. И нерожденный свыше человек, человек, который позволил дьяволу господствовать над ним, и так никогда не сделал Иисуса Христа Господом в своей жизни, не потому, что Бог хочет наказать его, поскольку Бог сделал Иисуса доступным каждому, кто захочет, а потому, что этот человек отверг Иисуса. Как только его тело отделится от его души, его духа, его тело умрет и вернется обратно в землю, а его дух будет заточен в ад в центре земли. Затем, когда наступит это время, называемое второй смертью, его тело воскреснет и воссоединится с его старым нерожденным свыше духом и его необновленной душой, его тело, его душа и его дух воссоединятся навечно под господством его Бога дьявола и они вместе с дьяволом вечно будут мучиться в озере огненном. Каждая немощь, каждая болезнь, каждая проблема по-прежнему навечно будет оставаться в этом старом теле и он не сможет от этого избавиться. Просто не сможет от этого избавиться. Слава Богу за Иисуса. Благодарение Богу, что нам не придется проводить вечность таким образом. Аминь. Итак, вы дух, у вас есть душа и вы живете в теле. Ваш дух родился свыше. Ваша душа, а именно ваш разум, ваши воли и ваши эмоции нуждаются в том, чтобы быть обновленными Словом Божьим для того, чтобы мыслить так, как мыслит Бог. иметь его мысли. А ваше тело нуждается в том, чтобы быть сделанным здоровым. Ваше тело нуждается в том, чтобы быть очищенным Духом Божьим, омытым водой Слова Божьего. Ваше тело должно быть подчинено вашему Духу через учение и обучение Духа Святого, чтобы не позволять вашему телу и вашему разуму и вашей душе, вашей воле и вашим эмоциям объединяться и выступать против вашего Духа и улавливать ваш Дух в ловушку этого плотского физического мира. Это то, что дьявол хочет, чтобы произошло. Если он не смог помешать вам родиться свыше, он хочет уловить вас в ловушку и не дать вам что-либо делать, что будет препятствовать его работе, потому что он знает, что доступно вам. Он видел это раньше. Он просто... Его хорошенько отхлестали этим мечом Духа и не раз. Поэтому он не хочет, чтобы вы его трогали. Поэтому дьявол создал христианизм. Он создал религию, в которую мы можем вовлечься. Он создал всевозможные религии. Он очень религиозное существо. И он создал всевозможные религии, в которые мы можем погрузиться. Коммунизм этой религии. У него есть всевозможные религии, где вы можете поклоняться ему, если вам нравится. Если вы не хотите поклоняться ему, то дьявол заставит вас ему поклоняться или заставит вас поклоняться чему-то еще, чему угодно, только не Богу. Когда вы начинаете поклоняться Богу, тогда вы начинаете контролировать и брать власть над делами дьявола. А он этого не хочет. И из христианства он создал для нас религию, христианизм, чтобы увести нас в сторону от Слова Божьего. И даже несмотря на то, что мы рождены свыше, уговорить нас вести себя так, как будто мы не рождены свыше, уговорить нас упрашивать Бога, «О, знаешь, мы такие недостойные, Господь, мы такие ничего не стоящие, о, мы не заслуживаем этого». И впадать в этот синдром, вместо того, чтобы говорить, «Я хочу поблагодарить тебя, Отец, я был ничего не стоящим и недостойным, но благодарение Богу, ты все равно пришел, ты вошел в мою недостойность, ты вошел в мою никчемность и принес мне свое достоинство и свою значимость. И я так этому рад. Я просто прославляю тебя. У меня есть вера, и я уповаю на твое помазание. Я был рожден заново, мой дух был рожден заново, и во имя Иисуса я беру власть над этой старой плотью, которая пытается говорить мне, что я ничего не стоящий. Я беру власть над своим разумом при помощи обетований Божьих. Я просто хочу прославлять тебя и благодарить тебя». Вы можете слышать разницу между первым и вторым. В одном есть вера, а в другом нет. Поэтому, когда мы начинаем смотреть на это и изучать это, мы начинаем понимать, что когда мы родились свыше, наш духовный человек был рожден от Духа Божьего. А в рожденном от Бога Духе есть все отличительные черты и характер Бога. И проблема была в том, что разум и тело заглушали и сдерживали Дух, который рожден заново, и в котором фактически живет Дух Святой. Сдерживали характер Иисуса, любовь, радость, мир, кротость, доброту, веру, воздержание, все эти остальные вещи. Разум и тело заглушали и сдерживали мудрость Божью, ум Христов. Как говорит Библия, есть у нас. Сдерживали все эти вещи. Сам характер Иисуса. Не давая Ему взять власть над этой плотью и проявляться в этом естественном физическом мире, в Духе и в сердце, и, следовательно, в разуме и теле этого верующего. И изменять окружающие обстоятельства. Итак, нам нужно понять, что когда мы родились свыше, в нас была вложена вера Божья. Когда мы родились свыше, любовь Божья, как говорит Библия, излилась сердца наши Духом Святым. Это не что-то, что произойдет спустя 6, 8, 10 месяцев. Нет. Это произошло, когда вы родились свыше. Точно так же, когда ребенок рождается от своих родителей. Он имеет те же самые отличительные черты, те же самые руки, ноги, глаза, уши и все характеристики своих родителей. Что ж, нашим духовным родителем теперь является Иисус. И Он наш Отец. И во имя Иисуса мы были рождены заново. И Его отличительные черты и подобие прямо здесь внутри, в нашем духовном человеке. Что включает в себя и веру. И в этом направлении мы и будем двигаться. Сегодня наше время подошло к концу. Мы заложили основания для этого. И завтра мы начнем разбирать тему веры. Я не буду делать просто что-то теологическое. Говорить об этом какими-то формулировками. Я хочу поговорить об источнике веры. О том, что ее питает. О сущности веры. Затем я покажу вам, как использовать ее, подобно тому, как механик использует свой инструмент. Мы узнаем обо всем. Это время для передачи «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Сегодня особенный день. Возьмите сейчас свою Библию. Мы помолимся. И затем мы обратимся к Слову Божьему. И поговорим об этой потрясающей духовной силе. Которую Библия называет верой. Слава Богу. И она является победой, которая побеждает мир. Как говорит Библия. Аллилуйя. Сама мысль. Просто задумайтесь об этом на минуту. Сама мысль о том, что внутри меня, внутри вас, и внутри каждого человека, который сделал Иисуса Христа Господом в своей жизни, есть что-то, что намного сильнее всего, с чем только может выступить против вас этот мир, и что является победителем этого мира. Это то, что говорит 5 глава 1 Иоанна. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Слава Богу. Давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это. Мы просим Тебя открыть глаза нашего понимания в отношении этой потрясающей темы веры. Притворяй в жизнь, в нас и через нас, что было Твоим желанием, когда Ты дал нам веру, и как Ты желаешь, чтобы мы использовали нашу веру. Потому что Твое Слово говорит, что Тебе невозможно угодить без веры. Но, слава Богу, Ты дал нам веру, благодаря которой мы можем угождать Тебе. Из этого я могу видеть, Господь, что если Тебе невозможно угодить без веры, значит, это Твое желание, чтобы мы побеждали этот мир. и те обстоятельства и проблемы, которые мир создал на нашем пути. Потому что вера является победой, которая побеждает мир. И я благодарю Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. И я в действительности никогда не думал об этом таким образом, пока не начал молиться. Я думал об этом другим образом и смотрел на это под разными другими углами. Но когда я молился, это просто промелькнуло в моем духе. И откройте сейчас свои Библии на послание к евреям. И мы увидим это здесь, в 11 главе евреям, в 6 стихе. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Поэтому если Ему невозможно угодить без веры, и вера является победой, которая побеждает мир, тогда легко понять, почему вы не угодите Богу до тех пор, пока у вас не будет веры. Поскольку Ему угождает, или Он получает удовольствие только тогда, когда мы побеждаем во имя Иисуса. Аллилуйя. Хорошо. Евреям 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого... Итак, обратите на это внимание. Помните, вчера мы говорили о разнице между духовным миром и материальным миром. И мы говорили, что то, что вы не можете его видеть, не делает духовный мир менее реальным, чем материальный мир. Это не какой-то призрачный, странный, нереальный неуправляемый мир, полный гоблинов и бесов. Их там хватает, но в действительности они не в духовном мире. Они духи, но они управляются духовным миром. Иисус Христос из Назарета вышвырнул их вон из духовной сферы. Они действуют в этой естественной сфере, чтобы уничтожать нас с вами, но мы не будем уничтожены. Слово Божие говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев. Там не сказано, что он рыкающий лев. Сказано, что он ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Я говорю вам прямо сейчас. Мы с вами те, у кого он ничего не поглотит. Слава Богу. Итак, посмотрите на это. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Или то, что открыто нашим пяти физическим чувствам. То, что мы можем трогать, слышать, обонять, пробовать на вкус, видеть и так далее. Из невидимого произошло видимое. Или видимое не произошло из чего-то, что вы можете видеть. Итак, здесь не сказано, что этот мир произошел из ничего. Люди говорят, ну знаете, вначале Бог сотворил этот мир из ничего. Нет, 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 нет. Бог не сотворил его из ничего. Он сотворил его из чего-то, чего вы не можете видеть. И это очень-очень важно. И он не использовал какую-то естественную физическую субстанцию, которая уже существовала, когда творил небеса и землю. Но он сотворил их из чего-то, что является субстанцией. Итак, заметьте, здесь сказано, вера же есть осуществление, или же субстанция ожидаемого. Верою, которая есть осуществление, субстанция. Я бы хотел добавить это сюда в помощь к нашему изучению. Если вы прочитаете сейчас это снова вместе со мной в первом стихе. Вера же есть осуществление, субстанция ожидаемого. И уверенность в невидимом. И теперь третий стих. Верою, и давайте добавим это, которая является субстанцией, которую мы не можем видеть. Познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Итак, из чего оно было сотворено? Оно было сотворено из этой субстанции, в духовной сфере, которую вы не можете видеть физическими глазами, которую Библия называет верой. Поэтому вера не является продуктом рассуждения и умозаключения. Я хочу, чтобы мы посмотрели на кое-что. Не закрывайте это место в послании к евреям. Если у нас будет время, мы к нему вернемся и увидим кое-что. Я хочу, чтобы мы обратились к 11 главе Евангелия от Марка, значительная часть которой посвящена теме веры, вере Божьей. В 11 главе Евангелия от Марка, я хочу, чтобы мы прочитали 27 стих, Марка 11, 27. «Пришли опять в Иерусалим». И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему, «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им ответ, «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне». Тогда и я скажу вам, «Какой властью я это делаю?» Крещение Иоаннова... Итак, послушайте. «С небес было или от человеков?» Иисус сказал, «Я скажу вам, какой властью я это делаю, но я хочу задать вам вопрос. Крещение Иоаннова было с небес или от человеков?» «Ответьте мне». И послушайте. «Они же рассуждали между собой. Если скажем, с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему?» А сказать, «От человеков боялись народа». Потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». И вот что сказал Иисус, «И я не скажу вам, какой властью я это делаю». Почему он им не сказал? Не потому, что он пытался быть жестким с ними. Просто без веры они бы не поняли, что он сказал, если бы он им сказал. И они бы взяли то, что он им бы сказал, и использовали это против него. Но они рассуждали между собой. Вот что происходит, когда вы начинаете рассуждать о чем-то, о чем вы ничего не знаете. Во-первых, они уже решили, что он скажет. Хотя они не знали, что он скажет. Они сказали, «Если мы скажем так-то и так-то, он скажет то-то и то-то». Они предположили, понимаете? Они порассуждали или предположили определенные вещи. Затем они сказали, «Если мы скажем так, тогда люди сделают». Они не знали, что сделают люди. Как они все не могли там знать, что сделают люди? Так они не могли знать, что сделает Иисус, поскольку они и понятия не имели, что он делал или где он сделает это в следующий раз. Они ничего о нем не знали. Они думали, что знали, но не знали. Итак, они порассуждали и не могли ответить. Почему? Они начали принимать свои рассуждения за факт. И они поступили на основании этих рассуждений, как если бы они были фактом. Но они не были фактом. Это были лишь рассуждения. Когда вы начинаете беспокоиться о чем-то, вы начинаете беспокоиться о чем-то, чего еще пока даже не произошло. Но вы начинаете поступать на основании этого так, как будто это уже произошло. И затем вы впадаете в страх. Беспокойство – это проявление страха. Это размышление над страхом. Затем вы приходите к тому, что у вас нет веры. А если нет веры, тогда нет никакого пути или никакого основания, на котором Бог мог бы работать с вами. Поэтому вера не является продуктом или плодом рассуждения. Вера – это плод духовного человека. Вера является плодом рожденного свыше человеческого духа. Первоначально она является плодом Духа Святого. Это вера Бога. Она приходит от Святого Духа Божьего. Но когда вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, ваш Дух был сотворен заново. Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло. Другими словами, все, что было в вашем Духе, прошло. Ваш Дух был сотворен заново. И одной из вещей, которые были вложены в ваш Дух, является вера. И мы знаем это потому, что без нее невозможно родиться свыше. И это та духовная сила. Это созидающая сила Божия. И то, как Бог сотворил небеса и землю из чего-то, чего вы не можете видеть. Он сотворил заново ваш Дух из той же самой субстанции ожидаемого. И она была вложена в ваш Дух. И она там, чтобы вы жили ей и ходили ей. И по мере нашего продвижения вперед, мы поговорим об этом более подробно. Сейчас я хотел бы продолжить говорить о том, что вера не является плодом рассуждения. Вы не можете дорассуждаться до веры. Вера — это не душевное состояние. Она не исходит из души. Она не исходит от воли, разума или эмоций. У вас может быть сомнение. И вас может одолевать неверие в вашем разуме и ваше мышление. А в сердце будет по-прежнему порождаться вера, если вы будете ставить на первое место то, что в вашем духе, и запрещать отказываться от того, что пытается взять верх в вашей голове. Позвольте мне немного лучше проиллюстрировать то, о чем я здесь говорю. В третьей главе книги «Притч» Слово Божие говорит, «Надейся на Господа всем сердцем твоим» речь о вашем духовном человеке и не полагайся на разум твой или твое понимание. То есть у вашего понимания и вашего сердца два разных источника мыслей и намерений. Итак, вы — дух. У вас есть душа, и вы живете в теле. В вашем духовном человеке есть, и в него вложены духовные характерные черты Иисуса, Отца и Духа Святого. Там есть все плоды Духа. Это Божий дар веры вам. Это вера, которой мы живем. Или, как говорит Слово Божье в пятой главе второго Коринфянам, «Мы ходим верой, а не видением». Мы ходим верой в нашем сердце, а не тем, что мы видим нашими глазами или слышим нашими ушами и так далее. И в книге Исаия, в первой главе, в восемнадцатом стихе, Господь говорит, давайте просто откроем и прочитаем это. У вас есть рядом Библия. Если нет, пометьте себе это, и позже, посмотрите это. Книга Исаия идет сразу за книгой притч, в третьей главе, в которой мы находимся. Дайте мне секунду, а то мои пальцы перестали находить то, что мне нужно. Аминь. Книга Исаия, первая глава. Восемнадцатый стих. «Тогда придите и рассудим». И я проехал небольшой городок. И когда я уже проехал его и выехал за его пределы, там стоял большой рекламный щит, на котором было написано, «Тогда придите и рассудим». «Точка, точка, 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 точка». И внизу Исаия 1,18. И еще ниже было указано название церкви, которая установила там этот рекламный щит, и название их динаминации. И это конкретная динаминация, простите меня, но это факт. Они известны тем, что ни во что не верят. Знаете, они будут спорить со столбом, только лишь потому, что столб думает, что он столб. Я имею в виду, что они ничему не будут верить. И тут этот щит, на котором написано, «Придите и рассудим». Я подумал, «Боже мой, в этом есть что-то неправильное». Я имею в виду, мы что, собираемся вместе и рассуждаем о Боге? Мы что, собираемся вместе и рассуждаем об исцелении, рассуждаем о рождении свыше? Именно поэтому эти люди ни во что и не верят. Они просто собираются вместе, рассуждают об этом и приходят к окончательному заключению, что ничего из этого уже не осталось. Понимаете? Я подумал, «В этом есть что-то неправильное». И мой дух поднялся во мне, противясь этому. Я подумал, «Да, но это же Исаия 1,18». Я знал, что читал это. Но я подумал, «Что здесь не так?» И из-за того, что я неплохо был знаком с этой конкретной динаминацией и некоторыми церквями из этой динаминации, в которых я бывал, то, что они называют рассуждением, следовало заменить на слово «спор». Придите и поспорим друг с другом. Это не потому, что они какие-то плохие люди. Нет. Я вовсе не хочу, чтобы у вас сложилось такое представление. Но каким-то образом они подхватили идею, что именно это и нужно делать. Что вы берете Библию, собираетесь вместе и просто спорите о ней, как кучка бездомных котов. В этом вообще нет никакой веры. Вы порождаете раздор и распри, когда делаете это. Наконец, я немного... Что здесь не так? Я задал этот вопрос слух. Я остановился на обочине, взял Библию и открыл Исаии 1,18. Я уже давно научился не пытаться рассуждать об этом, а обратиться к Слову Божьему и выяснить, что оно говорит. И посмотрите. Там не просто сказано, «Тогда придите и рассудим». Там сказано, «Тогда придите и рассудим». Говорит Господь. Когда вы приходите и рассуждаете вместе с Ним, не о Нем, а с Ним, тогда ваше рассуждение должно основываться на Слове Божьем. Единственное, как вы когда-либо будете контактировать с Богом в Духе, это знать Его в Его Слове. Они спросили у Иисуса, «Как ты явишь себя нам, а не миру?» Он ответил, «Тем, которые соблюдают Мое Слово». Поэтому, когда мы рассуждаем вместе с Богом, и Его Слово говорит, «Ранами Его вы исцелились», Его Слово говорит, что вера же есть осуществление ожидаемого, мы не отступаем от этого и не говорим, «Да, но это неразумно». Вот что мы на этот счет думаем. Нет, 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 нет. От рассуждения своего ума я перешел к тому, что начал рассуждать своим сердцем, потому что я утвердил в своем сердце, что Слово Божье является окончательным авторитетом. Например, я не спрашиваю у Бога, родился ли Иисус от Девы. Я спрашиваю у Бога, когда Иисус родился от Девы. Я спрашиваю у Бога, когда Иисус родился от Девы. Я спрашиваю у Бога, «Где Иисус родился от Девы?» Но Его Слово говорит, что Он родился от Девы. Значит, Он родился от Девы. И мой вопрос не для того, чтобы рассуждать об этом и говорить, «Такого не может быть». Вы думаете, я глупец? Я не буду этому верить. Итак, что в таком случае сделало мое рассуждение? Мое рассуждение пошло вразрез со Словом Божьим. И когда это произошло, это остановило всякую веру. Я должен иметь веру, чтобы верить, что Иисус родился от Девы, что Его Слово наполнено честностью и непогрешимостью, что Бог знает, что Он делает, и Он не человек, чтобы лгать. Я принял Его, поэтому я принял Его Слово. Я не слишком много говорю о том, что кто-то другой сказал о Его Слове. Я благодарю Бога за проповедников, которые служили мне и проповедовали мне в течение моей жизни. Я постоянно слушаю записи проповедей. И я таким образом назидаю свою веру. Но я верю Слову Божьему, потому что я сам обратился к Слову Божьему, читал Его, изучал Его, молился о Нем, питался им и вкладывал Его в свое сердце. И я могу упомянуть, это то, что сказал мне Чарльз Кэпс, или это то, что я слышал, как говорит Каннет Хейген, или это то, что я слышал, как говорит Орл Робертс, или это то, что я слышал, как говорит Джерри Севейл, или это то, что я слышал, как говорит Хайпи Колдвелл, это то, что я слышал, как говорит моя жена Глория и так далее, или это то, что я прочитал в какой-то книге. Я могу сослаться на что-то, что они говорили. Но я верю, что Иисус родился о Деву, потому что так говорит Библия. Я верю в исцеление не потому, что я был исцелен, или не потому, что я не был исцелен, А потому что Библия говорит, ранами его вы исцелились. Я не пытаюсь прийти к этому через рассуждение. Я не говорю, ну, я не знаю, действительно ли это относится ко мне или нет. Да, относится. Я не рассуждаю о Боге, о Его Слове. Я рассуждаю вместе с Богом в Его Слове. И результатом является вера. Вера Божья. Потому что Римлянам 10.17 говорит, вера приходит от слышания. А слышание от Слова Божьего. Именно так приходит вера. Именно так вера подпитывается. Именно так вера развивается. Так и когда вы поступаете по Слову Божьему. Она не приходит от просто всякого рода проверок и испытаний. Такого Библия вообще не говорит. Мы поговорим об этом. Хвала Господу. Надеюсь, у вас есть сегодня с собой ваша Библия. Потому что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это то, что мы читаем в Римлянам 10.17. Если Слово Божье говорит, что именно от этого приходит вера, значит, именно от этого она и приходит. Я помню в детстве. Я вырос в церкви. Я имею в виду, что мои родители всегда были в церкви. Меня правильно растили. Это была не их вина, что я стал таким, каким я тогда стал. Понимаете? Но я помню какие-то вещи, которых я по ходу нахватался. Я не учился чему-то осознанно или добросовестно, целенаправленно, когда был младше и в школе, и в церкви, и так далее. Но где-то по ходу я подхватил мысль о том, что вера приходит от всяких проблем, неприятностей, проверок, испытаний и всего такого. И что в Библии это где-то написано? Но если бы именно это приносило веру, все на земле были бы гигантами веры. Поэтому мы знаем, что это неправда. Но Библия говорит, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Итак, вера не является плодом рассуждения. Это духовная сила. Поэтому она является плодом Духа. Она прежде всего является плодом Духа Святого. Это вера Бога. Библия говорит в 12 главе евреям, что Иисус начальник или автор нашей веры. Поэтому если Бог ее автор, и это вера Бога, Бог есть Дух, как сказал Иисус. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Это звучит как-то непонятно. Если вы не изучите то, о чем мы говорили вчера и в понедельник, тот факт, что человек является духовным существом. Он сотворен по образу Божьему. Мы – дух. У нас есть душа, состоящая из нашей воли, наших эмоций и нашего разума. И мы живем в этом физическом, естественном теле. И большая часть нашего образования, большая часть наших школ, и, к сожалению, большая часть даже наших библейских школ не ориентирована на духовное знание и откровение, или знание, полученное через откровение, пришедшее от Слова Божьего, от Духа Святого и так далее. Но ориентировано на естественное, умственное, физическое знание, полученное посредством пяти физических чувств. И мы поговорим об этом более подробно до того, как закончим разбирать эту тему веры. Но сейчас нам нужно понять, что вера не исходит из вашего разума. Она не приходит от ваших способностей рассуждать, она исходит из вашего духа. Вера – это духовная субстанция. И давайте прочитаем 11 главу евреям, где Слово Божие говорит нам. Это то, что мы читали вчера. Вера же есть осуществление ожидаемого, или того, на что мы надеемся. Библия говорит, надежда не постыжает. Вы скажете, ну, есть много чего, на что я надеялся, но чего я не получил. Что ж, вот это вполне может быть ответом. И в большинстве случаев им и является. Почему люди молятся о чем-то, что они надеются получить, но так и не получают этого? Потому что надежда сама по себе, надежда замечательна. Надежда – это то, что дано нам Господом Иисусом на Голгофе. Я имею в виду, что наша надежда в нем. Но надежда без веры, не имея субстанции, осуществления – это мечта. Она находится в душевной сфере, воображении, в сфере мечты. И она никогда не осуществится, если у нее не будет какой-то духовной субстанции, или осуществления. И вы слышите, как люди говорят, ну, мы просто надеемся и молимся. Вот что я вам скажу. Если это все, что вы делаете, вы только и будете это делать. Вы не надеетесь. Молитесь и получаете. Иисус сказал, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Итак, вера же есть осуществление, субстанция того, на что мы надеемся. Вера – это сверхъестественная, созидающая, творческая, живая сила Божья, которая исходит от Его Духа, которая была вложена в наш с вами Дух, когда мы сделали Иисуса Христа Господом нашей жизни. Она поднимается в ответ на ваше верование Слову Божьему. Божья вера уже есть в Его Слове. Он поверил Ему, когда сказал Его. И она поднимается, чтобы устремиться в этот нереальный, что касается всего материального, мир надежды, воображение и мечты, и становится предметом этой надежды, и становится субстанцией этой надежды. И тогда она является сверхъестественной силой, которая воплощает вот эту картину того, на что мы надеемся, о чем мечтаем, сформированную Божьими обетованиями. Она воплощает, осуществляет, воплощает, или приносит ее физическое проявление, которое мы можем чувствовать, слышать, трогать, пробовать на вкус, обонять и так далее. Итак, вера не является плодом человеческого рассуждения. Это плод Духа. И мы увидели в Исаии 1.18, что мы можем рассуждать с Господом. И такого рода рассуждения основываются на Слове Божьем. Мы основываем наше совместное рассуждение, наше рассуждение с самими собой, на нашем рассуждении с Господом. Я не рассуждаю о Его Слове, истинно оно или нет. Я утвердил в своем сердце, что оно истинно. Если что-то говорит мне, что оно не истинно, тогда я противлюсь этому, этому, а не Слову Божьему. Я занимаю сторону Слова Божьего. И мои рассудительные способности должны прийти в соответствии со Словом Божьим, чтобы у веры была возможность изменить эту вещь, которую я вижу, которая говорит, что Слово Божье не истина. Если мое тело болеет, и оно говорит мне, что оно болеет, если я хожу и говорю, да, я больной, Бог, я больной, сатана, я больной, жена, я больной, дети, я больной, пастор, я больной, тело, ты больной, да, я знаю, что ты больной, да, ты больной. Что ж, все это время, которое я говорил, все это, и рассуждал обо всем этом в своем уме, я приходил к Богу, говоря, я, конечно, надеюсь, что буду исцелен. Я, конечно, надеюсь, что буду исцелен, да. Я верю, что Бог когда-нибудь исцелит меня. Интересно, почему Он никогда не исцеляет меня когда-нибудь. Когда-нибудь. Послушайте, оно не здесь, и в этом нет веры. Понимаете? Я, рассуждая, решил, что то, что я вижу, истина. Видеть это не значит верить. Верить значит видеть. Этот мир говорит, видеть значит верить. Они ни во что не верят, пока не смогут это увидеть. Как они когда-либо смогут изменить то, что они видят, если они не верят? Понимаете? Это все наоборот. И сатана хочет, чтобы именно там вы сидели. Но когда вы обращаетесь к Слову Божьему и говорите, да, Слово Божье истинно, ранами Его вы исцелились. Петр сказал, ранами Его, да, ранами Его мы исцелились, говорит 53 глава Иса. И Петр говорит, ранами Его вы исцелились. Раз мы исцелились, и вы исцелились, значит я исцелен. И я говорю верой в соответствии с тем, что уже сказал Бог. И тело говорит, нет, я не исцелилась. Я говорю, минуточку, ты тело, не я, ты всего лишь мое тело. И во имя Иисуса я исцелен. И из моего духа в мое тело течет исцеляющая сила Божия. Тело, отвечай на это. Я верю, что получаю исцеление в тебе. Отец, я благодарю тебя за это во имя Иисуса. Благодарение Богу. Что касается меня, я исцелен. Итак, что я сделал? Я согласился со Словом Божьим, даже если мне пришлось не согласиться с моим телом. Это фактически является основой веры, потому что Библия говорит в 4 главе послания к римлянам, что верой мы называем несуществующей как существующая. Давайте остановимся здесь и снова немного посмотрим на эту веру, как на субстанцию. Вера же есть осуществление субстанция ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Веру и познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Все то, что мы можем видеть, земля, деревья, небо и все то, что нас окружает, включая наши тела. Поскольку можно проследить, что моя плоть, мое тело уходит корнями в тот день, когда Бог сотворил тело Адама, которое он, в свою очередь, сотворил из праха земли. Читаем дальше. Так что из невидимого произошло видимое, или говоря современным языком, те вещи, которые мы можем видеть, были сотворены не из чего-то, что вы можете видеть. Они были сотворены из веры. Это духовная сила. Но сила веры, которую вы не можете видеть, это созидающая сила Божья, которая становится и является семенем тех вещей, которые вы можете видеть. Поэтому те вещи, которые вы можете видеть, можно проследить, что они уходят своими корнями в веру Божью, поскольку Бог использовал субстанцию веры, чтобы сотворить их. И позвольте у вас кое-что спросить. Разве здравый смысл не подсказывает вам, что если это было сотворено из веры, то оно будет реагировать и отвечать на веру? Может ли оно быть изменено верой? Позвольте спросить у вас кое-что. Изменит ли страх физические вещи? О да, мы это понимаем, не так ли? Страх изменит цвет ваших волос. Есть задокументированные случаи. Я сейчас могу вспомнить два или три таких случая, если бы у меня было время рассказать их вам. Один из них произошел на реке, впадающей в Ниагарский водопад. Там есть баржа, которая налетела на камни. Она там уже 30 или 40 лет. Но человек, который находился на ней в тот день, когда она налетела на камни, не знал, что эта баржа провисит там над обрывом, 40 лет. На великих озерах ее двигатель заглох, и ее понесло вниз по реке. И прямо перед тем, как сорваться в Ниагарский водопад, тогда все было бы кончено. Но прямо на пороге этого водопада она остановилась, зацепившись дном за камни. И люди, находившиеся на той барже, зависли прямо над Ниагарским водопадом. В конце концов, их достали оттуда. Они даже боялись сдохнуть. Они просидели там много часов. Спасатели натянули трос, по которому спасатель добирался до баржи. Забирал с нее по одному человеку и доставлял его на берег. Но с первой попытки у них ничего не получилось. И все эти люди стояли там. На следующий день у одного из них волосы были белыми, как снег. Хотя за день до этого они были темными. Когда зашло солнце, на следующий день он был так напуган, что его волосы стали белыми, как снег. Вы знаете, о чем я говорю. Может ли страх сделать вас больными? Что ж, медицина уже доказала, что страх и беспокойство являются одной из наиболее вредных вещей, вызывают множество проблем, наносит вред сердцу, вызывает артрит, тугоподвижность суставов и многое другое. «Ну да, брат Копланд, все это знают». Что ж, позвольте у вас кое-что спросить. Вы можете видеть страх? Вы можете видеть его? Нет. Но вы можете видеть его результаты. Иногда вы можете чувствовать его запах. Иногда вы можете ощущать, чувствовать его. Но это не что-то, что вы можете взять, потрогать, посмотреть на это и сказать, «Да, это страх». Это то, что я... Нет. Вы не можете это сделать. Это духовная сила. Фактически, страх — это искаженная вера. Первое, что сказал Адам, когда согрешил, в Адаме была вера. Бог вложил в него веру, когда сотворил его. Потому что Богу невозможно угодить без веры. Там сказано в Евреям 11.6. И он сотворил Адама и сказал, что он был хорош. Он был им доволен. Так что у Адама должна была быть вера. И первое, что произошло после его грехопадения, Библия говорит, что он убоялся Бога. Он испугался Бога. До этого у него была вера в Бога. Адам даже не знал, что у него была вера. Фактически, это проявление веры. По сути, именно так Бог хочет, чтобы мы развивались и возрастали, выходя на такой уровень. Когда мы просто верим Богу и ходим с Богом, как это делал Иисус. И вы в действительности не видите, чтобы человек весь трясся или волновался о чем-то. У него просто есть вера. Он знает, что у него есть вера и никогда, по сути, не уделяет этому слишком много внимания. Просто имеет веру. Иисус сказал, «Я умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святого». Если бы один из нас это сказал, кто-то бы сказал, «Откуда ты знаешь, что Он его пошлет?» Никогда не знаешь, что Бог будет делать. Он может этого не сделать. Это может не быть Его воли. Это может не произойти сегодня. Это может произойти спустя шесть месяцев. Вообще может никогда не произойти. Или кто-то мог бы сказать по-другому. Что ж, я буду молить Отца, я попрошу Его послать Духа Святого. И если на то будет Его воля, Он может это сделать. Он может этого не сделать, никогда не зная, что Он будет делать. Хотелось бы, чтобы Он был более предсказуемым. Нет, 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 нет. Это не то, что сказал Иисус. Он сказал, я молю Отца. Он пошлет Духа Святого. Кто-то скажет, да, но это был Иисус. Что ж, Он дал вам свое имя, в которое вы можете молиться. Так вы видите, что Иисус ходил верой. Он, придя, как гробу Лазаря, не отошел в сторону, и он говорит, о, Боже мой, что я буду делать? О, Бог, разве ты не знаешь, что я пришел сюда спустя четыре дня после похорон? Нет, нет, нет. Иисус этого не сделал. Он просто подошел, как гробу и сказал, откатите от входа этот камень. И что сказал сестра Лазаря? Он уже смердит. Какое это отношение к чему-либо имеет? О, если бы ты пришел сюда сразу после того, как Он умер, до того, как Он начал смердеть, ты, возможно, смог бы воскресить Его из мертвых. Нет, понимаете? Это говорит рассудительная способность. А вера, это вера. Я имею в виду, что Он подошел ко гробу, и воля Божия сказала, откатите от входа камень. И сказали, о, на что Он сказал, послушайте, разве я не говорил, что если будете верить, увидите славу Божью? Он сказал, я есть воскресение. Лазарь, вставай! Аллилуйя. Если бы Иисус не назвал его по имени, наверное, там бы воскресли все на том кладбище. Но Он позвал его Лазарь, и тот воскрес. Я хотел подчеркнуть здесь следующее. Иисус знал, кем Он был в Отце. Знал, как работает вера. Иисус не просил больше веры. Он использовал то, что у Него было. И нам было дано имя Иисуса. И нам доступен тот же самый Дух Святой, который пребывал в Нем и на Нем, пребывающий в нас и доступный, чтобы пребывать на нас во имя Его. Мы можем действовать и ходить. И иметь веру в силу живого Бога. Аллилуйя. Разве это не благая весть? Поэтому вера — это субстанция. И вера от Бога. И сейчас я хотел бы поговорить и раскрыть некоторые вещи. И начать показывать вам некоторые вещи, которые вам действительно нужно будет знать. Когда вы начнете использовать свою веру. И начнете верить Богу. И применять свою веру в своей повседневной жизни. Во-первых, давайте поговорим о вере. С которой мы имеем дело, которое от Бога. О вере, которой мы должны жить. Знаете, Библия говорит, «Праведной верой жив будет». Пятая глава 2 Коринфянам заявляет следующее. Скажу вам. Это настолько просто, но тем не менее, это одно из наиболее сильных, одно из наиболее глубоких утверждений во всем Новом Завете. Мы ходим верою, а не видением. Слово «видение» подразумевает под собой все то, что мы воспринимаем посредством пяти физических чувств. Другими словами, я хожу верой, а не тем, что я вижу. Я хожу верой, а не тем, что я слышу. Я хожу верой, а не тем, что я чувствую. Я хожу верой, а не тем, что я обоняю. И слова «вера» и «верить» — это слова действия. И можно проиллюстрировать это следующим образом. Допустим, вы сидите в церкви, и кто-то вбегает и говорит «в здании пожар!» Вы говорите «а я не чувствую никакого запаха дыма». Что ж, если что-то не так с вашим носом, вы можете сгореть до того, как вы это узнаете. Или же вы можете сказать «ну, знаете, я не чувствую, чтобы стало горячее». Но что происходит? Если вы верите этому человеку, вы первым делом выбегаете оттуда. Вы первым делом поступаете на основании этого, а уже потом спрашиваете, кто-нибудь знает, действительно ли там был пожар или нет. Это не имеет никакого значения, брат. Я убегаю отсюда. И я видел, как такое происходило. Как-то раз мы поехали на служение в Луисвилл, штат Кентукки. Мы приехали туда накануне вечером, накануне собрания. Собрания должны были начаться на следующий день. И сразу же после того, как мы заселились в тот вечер в гостиницу, в том городе был большой ночной клуб и театр. Там на сцену выбежал человек и сказал «в здании пожар, давайте организованно покинем помещение, вставайте и выходите». И он выбежал в боковую дверь. А все сидели и смеялись. Ха-ха-ха-ха. Они подумали, что он был частью шоу. И кто-то из них говорил «Знаете, мы не чувствовали никакого запаха дыма». И вдруг обрушилась крыша и убила 1200 человек. Просто потому, что они не поверили тому, что сказал тот человек. И Слово Божье подобно этому человеку. Подобно. Который вбегает и говорит нам «И мы поступаем на основании этого во имя Иисуса». Итак, вторая глава Эфесяна. Мы давайте начнем читать с 4 стиха. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью выспасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть ту же самую силу, которую использовал Бог, чтобы воскресить Иисуса из мертвых, Он использовал для того, чтобы родить вас свыше, или духовно воскресить вас из духовной смерти. И послушайте следующее. «Дабы и видеть в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью выспасены через веру, благодатью выспасены через веру, и сияние от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Речь о рождении свыше. И когда вы родились свыше, Бог вложил в вас веру, чтобы вы жили ею. Это вера, которой вы спаслись. И сейчас это вера, чтобы вы жили ею каждый день своей жизни. Это вера, которая там будет обеспечивать вас пропитанием, одеждой, транспортом, который нужен вам, чтобы функционировать в своем служении и в своей повседневной жизни. Она будет обеспечивать всем необходимым ваш дух, вашу душу и ваше тело. И есть другие виды веры. И мы поговорим об этом завтра, так как сегодня наше время подошло к концу. Есть, естественно, человеческая вера, которая имеет дело с вашей душой, вашим разумом, вашей волей, эмоциями. Мы говорим не об этом. Есть вера Божья в дарах Духа или в проявлениях Духа Святого, когда кому-то дается дар вера. Что ж, я говорю сейчас не об этой вере. Это вера Божья, которая в Духе Божьем. Это проявление веры Духа Святого. Послушайте. Проявление веры Духа Святого, добавленной к вашей вере в роли служения. Слава Богу. Наше время подошло к концу. Готовы сегодня к Слову Божьему? Вы готовы верить в Богу и высвобождать свою веру и изменять окружающие вас обстоятельства, изменять свой образ жизни? Слава Богу, скажу вам. Когда вы начинаете понимать, что Бог послал веру на эту землю, чтобы мы жили ею, чтобы мы восполняли ею свои нужды, чтобы мы были подобны Ему, слава Богу, скажу вам, это становится чем-то восхитительным. Мы говорим не о религии, друзья. Мы говорим о том, чтобы семь дней в неделю ходить в силе и победоносном преодолении Божьем. Аллилуйя. Эта фраза «победоносное преодоление Божье». Я имею в виду, что Бог победитель. Бог никогда не терпит поражения. Его невозможно остановить. У Него есть проблемы, но проблемы никогда Его не останавливают. Он их побеждает и преодолевает. И Библия говорит, что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Слава Богу. Я Кеннет Коплунд, и это передача «Победоносный голос верующего». И мы здесь для того, чтобы делиться с вами тем, что помогло нам с Глорией и нашей семье, нашему служению все эти годы развивать нашу веру. И те ошибки, которые мы совершали, мы хотим делиться с вами исправлениями в случае тех ошибок, помогать вам развивать ваш дух, помогать вам развивать вашу душу, помогать вам развивать ваше тело, чтобы ходить в вещах Божьих и ходить путями Божьими, верой в кровь Иисуса, верой в Слово Божье, верой в Его имя, верой в имя Иисуса из Назарета. Слава Богу. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим тебя за веру. Мы благодарим тебя за Слово Божье. Мы благодарим тебя за победу твоей природы и твоего подобия. Отец, ты победитель. Мы хотим быть такими, как ты. Иисус победил смерть. Иисус победил болезни, немощи, нищету, бесов, страх и все то, что окружает нас на этой земле. Отец, ты победитель, и мы благословляем и прославляем тебя за это. И мы просим тебя, Духом Святым, еще больше открывать нам это сегодня. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы говорим о том, что мы дух. Вы дух, я дух. Мы духи, сотворенные в человеческом классе. Есть класс духовных существ, которых мы с вами называем человеческими. Да, я не знаю, откуда мы взяли такое название. Это не библейское название. Бог называет нас человек. Мы относимся к виду человека. Человек был сотворен в классе Бога. Он сотворил их, мужчину и женщину. Есть человек мужского рода и человек женского рода. Вид, человек, как и слон, является видом. Есть слоны женского рода, есть слоны мужского рода, но все они слоны. Именно поэтому вам не нужно так напрягаться и настораживаться, поскольку Библия использует слово «человек» вместо того, чтобы говорить мужчина и женщина. Каждый раз она использует слово «человек». Бог думал, что мы достаточно умные, чтобы это понять. Он говорит о виде человека. Есть человек мужского рода и человек женского рода. Вид человека был сотворен по образу Божьему. И Бог есть дух. И мы живем в этой духовной сфере, в духовном мире. И в духовной сфере происходит больше регулирующей деятельности, чем даже в этой естественной, в физической сфере, которую мы видим, и в которой можем трогать, обонять, пробовать на вкус, слышать и так далее. Духовная сфера – это сфера, в которой находится Бог. Бог есть дух. Он самый главный дух. Он есть духовная сфера. И когда вы родились выше, вы родились в его семье. Ваш дух – это та часть вас, которая родилась заново. Вы – дух. У вас есть душа. И вы живете в физическом теле. И в этом духовном человеке, заметьте, каждый раз, когда я говорю о духе, это просто настолько естественно делать это. Ваш духовный человек, почему Библия и называет его вашим сердцем, Библия является духовной книгой. И когда она говорит о сердце, она не говорит об этом физическом сердце. Она говорит о сердцевине, о центре, о центре существа, о внутреннем существе, как говорится в одном из переводов Библии. Библия говорит в 20-й главе притч, что дух человека – светильник Господень. Что ж, именно там и светит Божий свет в духе человека. И именно там у вас есть контакт с Богом. Не здесь, а там. И позвольте мне доказать вам это таким образом, каким оно действительно будет иметь для вас смысл. Страх – это тоже духовная сила. И страх – это искаженная вера. Изначально страх был верой Адама. И когда Адам преклонил колени перед дьяволом, он облегся в природу дьявола и духовные силы, которые были в дьяволе, которые были искажены. Они исказили духовные силы в Адаме. И то, что было любовью, стало ненавистью. То, что было мужеством, стало унынием или смятением. То, что было верой, превратилось в страх. И страх по-прежнему обладает всеми характеристиками веры. Но он работает с точностью наоборот. Вера в Бога приносит мне мир и спокойствие. Вера в способность гремучей змеи причинить мне вред приносит мне страх. Вы следите за ходом моей мысли? Фактически, страх или боязнь змеи – это вера в способность этой змеи причинить мне вред. И недостаток веры в мою способность или в способность Бога защитить меня от нее. Это должно показать вам разницу между верой и страхом. И в заключении прошлой передачи мы говорили о том, что страх изменит ваше физическое тело. Страх сделает вас больными. Что ж, если страх сделает вас больными, почему так трудно понять, что вера сделает вас здоровыми? Что ж, нет, это не трудно, это не глупость. Это просто здравый библейский смысл. Аминь. Позвольте мне показать вам еще кое-что. Мы говорим о сердцевине человека. Именно там находится вера. Именно там находится любовь Божья. Именно там вы будете слышать голос Божий. Иисус сказал, «Если кто имеет уши, слышит, да слышит». И у них у всех были эти физические уши. Он говорил не об этом. Кроме того, Бог проговорил несколько раз, и его голос ворвался в эту естественную сферу. И некоторые из них подумали, что прогремел гром. Сколько раз, как вы думаете, Бог пытался привлечь ваше внимание, и он просто брал и громко говорил. И вы спрашивали, «Вы все что-то слышали? Вы все слышали гром? Что это было? Это самолет преодолел звуковой барьер? Интересно, что это было? Возможно, это был Бог. И вы, как и я, такие же тупоголовые, что не слышали этого». Слава Богу, я имею в виду, что Бог постоянно говорит вам и мне, «О, Ему следует поговорить со мной». Он говорит. Глухие. Да, вы, я и все остальные были настолько духовно тупоголово, что мы не могли его слышать. Послушайте, он Бог. Он дух. Начните слушать здесь. Прислушивайтесь к своей вере. Не пытайтесь почувствовать ее. Ваше тело время от времени может чувствовать результаты ее, но вы не будете знать разницу. Вы не отличите страх от ее веры. Я имею в виду, что все, что вы чувствуете в обоих случаях, это то, как вы покрываетесь гусиной кожей. Откуда вы будете знать разницу? Не пытайтесь судить о вере и духовных вещах Божьих на основании того, что будет думать об этом ваше маленькое, слабенькое тело. Вы в любом случае не можете постичь Бога посредством своего тела. Боже мой, друзья, Он всемогущий Бог Вселенной, и вы здесь пытаетесь сжать его до размера гусиной кожи. Боже мой, насколько же можно быть глупыми? Я не знаю. Мы все в то или иное время были настолько глупыми. Это поможет вам в вашем понимании разницы между вашим духом, вашим разумом, вашей волей, вашими эмоциями, вашим телом. Послушайте, страх – это духовная сила. Так же, как и вера. И совершенная любовь изгоняет страх. Вера действует любовью. Поэтому вера – это та сила в любви, которая будет изгонять страх. Но давайте поговорим немного о страхе, потому что вы больше знакомы с Ним, чем с верой. Если бы я незаметно проскользнул сзади вас, и вы бы не знали, что я стою сзади, и я бы испугал вас, крикнув, что-то в этом роде, разве бы вы не это сделали? Вы не сделаете «О-о-о!» Почему? Почему вы не хватаетесь за голову? Страх не приходит из вашей головы. Когда кто-то боится садиться в самолет и лететь, или кто-то, испугавшись, говорит «О, у меня чуть сердце не выпрыгнуло», задумайтесь над этими фразами. Многие из этих фраз, которые мы используем таким образом, являются духовно верными. Они являются знанием, которое есть у вас внутри вашего духовного человека. Что именно это и произошло. И мы говорим какие-то вещи, не осознавая, что сказанное нами действительно духовно верно. Люди, например, говорят «Я подхватываю простуду». Именно это вы и делаете. Вы подхватываете или берете ее. Если вы откажетесь ее брать, она не сможет оставаться на вас. Но большинство людей просто берут ее. Они говорят в ее поддержку. Итак, когда высвобожден страх, вы говорите «О, у меня чуть сердце не выпрыгнуло», «Боже мой!» Я просто «О!» Что-то в этом роде. Что ж, именно там и находится ваша вера. Итак, не пытайтесь почувствовать веру. Не пытайтесь ощутить ее таким образом. Прислушивайтесь к ней. Прислушивайтесь. Есть знания внутри, которые по мере того, как вы развиваете ваше хождение в любви, развиваете ваш дух в Слове Божьем, развиваете ваше хождение с Духом Святым, развиваете ваше хождение с Богом и избавляетесь от этого традиционного религиозного подхода в мышлении, когда в один день «О, слава Богу, как мы чувствуем Бога». А на следующий день вы приходите и говорите, «О, я потерял эту победу, я ничего не чувствую». Это не имеет никакого отношения к тому, что вы чувствуете в какой-то день, потому что он сказал, «Я никогда не оставлю и не покину тебя». Поэтому, когда вы молитесь, «О, Бог, будь со мной, Бог, будь со мной, будь со...» Это развивает только неверие. Вы обращаетесь к Слову Божьему, и оно говорит, «Я никогда не оставлю и не покину тебя». А вместо того, чтобы молиться, «О, Бог, будь со мной, как бы мне хотелось почувствовать тебя» или что-то в этом роде, вы начинаете молиться, «Спасибо тебе, Бог, что ты со мной, тот, кто во мне, больше того, кто в мире». И вы говорите это максимально громко, когда не чувствуете этого, или чувствуете себя наихудшим образом. Это начало развития вашего внутреннего человека. Так вы начинаете становиться духовно взрослыми, ходить на основании Слова Божьего, а не чувствами. Сейчас я бы хотел поговорить немного о вере Божьей. Вчера мы читали Ефесянам 2.8. Давайте прочитаем это еще раз. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Это вера, о которой мы говорим, которой вы спаслись, которой праведный жив будет. Мы знаем, что речь именно об этой вере, поскольку используется слово «праведный». Это означает «оправданный» или «рожденный свыше». Это когда вы родились свыше. Поэтому праведный верою жив будет. Итак, послушайте это. «Ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас Божий дар». Кто-то скажет, «Ну, я думал, что благодать была Божьим даром». Что ж так и есть. Это не вы дали себе веру или благодать. И одно, и второе от Бога. Но мы сейчас говорим не о благодати. Мы как-нибудь поговорим о ней. Но сейчас мы говорим об этой вере. «Божий дар не о дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Или другими словами, когда вы родились свыше, Библия говорит, что кто во Христе, тот новое творение во Христе Иисусе. Вы Его творение, созданы во Христе Иисусе. Эта вера была вложена в вас, когда это произошло. Благодаря Ей это и произошло. И вы были созданы. Вы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Какие дела? Дела, которые будут творить вера и благодать. Дела, которые будут осуществляться благодаря вере, когда вы будете ходить в этой вере перед Ним. Итак, мы сосредотачиваемся на этой вере. Но чтобы прояснить здесь некоторые вещи, давайте обратимся к 12 главе 1 Коринфянам, где говорится... Подождите минутку. Я открыл 12 главу 2 Коринфянам. Мне нужна 12 глава 1 Коринфянам. Хорошо. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Господи, мы не останемся в неведении. Разве это не благависть? Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому сказываю вам о благодарении Богу. Мы сможем кое-что понять. Пола Господу. Что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Именно поэтому я постоянно это говорю. Слава Богу. «Дары различны» или «разны». Фактически, это слово «дары» дальше переводится как «проявление». Я хочу, чтобы вы поняли, что именно об этом здесь и говорится. Это проявление Духа Святого. Итак, послушайте это. «И служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом и так далее. Там говорится о дарах исцелений, чудотворении, различении духов и так далее. Это проявление Святого Духа является проявлением Святого Духа среди нас для нашей пользы и для того, чтобы были восполнены наши нужды в нужное время ради дела служения. Это проявление служения я. Один великий апостол веры, Смит Вигглзворд, объяснил это так. Он сказал, «Я растягиваю свою веру», веру, которую он родился свыше, веру, которой я верю Богу. Он сказал, «Я максимально растягиваю свою веру». Когда я максимально растягиваю свою веру, тогда я ожидаю, что Дух Святой станет рядом и добавит свою веру. это вот это проявление веры, чтобы завершить работу. Слава Богу! Итак, мы говорим о вере Божьей, которая была вложена в наш дух, когда мы родились свыше. И здесь мы говорим о вере Божьей, добавленной к нашей вере в роли служения Духа Святого. И это происходит, когда мы с вами служим другим людям. Мы не используем это для самих себя. Оно так не работает. Это инструмент служения. Есть такая вещь, как естественная человеческая вера. Если бы не было такой вещи, как простая естественная рассуждающая вера, вы бы даже не осмелились выйти за порог своего дома. Некоторые люди не выходят. Некоторые люди настолько сидят в страхе, даже их естественная человеческая вера вся сбита с толку и запутана, что они даже не уходят из дома, не уходят за порог дома. Некоторые из них даже не покидают своего кресла и в конце концов настолько замыкаются в себе, что они что? Скажите, ну они теряют голову, а сходят с ума. Что с действительностью? Они теряют контроль над своей душой, своей волей. Они не хотят встать с того кресла. Своими эмоциями. Они эмоционально настолько привязаны к этому и настолько связаны этим, что не могут пошевелиться. И своим разумом они теряют контроль своим мыслительным процессом. Они, так сказать, сошли с рельсов и мыслят вслед за дьяволом и его мыслями. И они настолько боятся, что не пошевелятся. Поэтому, естественно, человеческая вера, это когда я могу посмотреть вокруг, я могу посмотреть на эту большую кафедру, и я понимаю, что она достаточно крепкая, чтобы я мог на нее опереться. я не получил это от Бога изначально, потому что я сотворен в виде человека, и это есть внутри меня. Это естественная человеческая вера или способность иметь уверенность. У меня это есть. Я могу посмотреть на эту вещь и сказать, выдержит она меня или нет. Я могу посмотреть на кресло и понять, что я могу сесть в это кресло. Но это не та вера, о которой мы говорим. И это работает в сфере воли. Если вы действительно хотите знать правду, если у нас будет время, мы разберем это, я покажу вам это. Это лежит в сфере силы воли. Это исходит от интеллекта и приходит от правильного питания интеллекта словом Божьим. И у вас не будет страха жить этой повседневной жизнью, принимать решения, действовать и так далее. Но это должно быть подчинено той вере, которую дал вам Бог, чтобы вы сверхъестественно жили и ходили ей согласно Его Слову. Итак, та вера, на которой мы сейчас сосредотачиваемся. Это та вера от Бога, о которой мы читали в послании к Ефесянам. И мы можем отталкиваться от того, что Павел написал церкви в Фессалониках. Молитесь, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. То есть, не у всех людей есть вера от Бога. У всех людей есть эта естественная вера. А та не может быть у всех. Но теперь давайте обратимся к посланию к римлянам. Мы закончим этим в 12 главе послания к римлянам. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю. И так он пишет это послание рожденному свыше, исполненном Духу Святого верующим в Риме. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. То есть, не каждому во всем мире, а каждому среди вас. Каждому рожденному свыше человеку, согласно Эфисянам 2.8, по мере веры, какую каждому среди вас Бог уделил. Послушайте, по мере веры, какую каждому среди вас Бог уделил. И в завершение сегодня я хочу, чтобы вы поняли, что вы не получили какую-то каплю, а кто-то получил огромное количество этой веры. Вера с горчичное зерно, о которой говорил Иисус, ни тогда, ни сейчас, не является измерением того, сколько у вас есть веры. я покажу вам это. Может быть, завтра. Я думаю, что мы поговорим об этом завтра, поскольку это так интересно. Но у вас есть вера. Скажите, у меня есть мера веры. Используйте ту веру, которую дал вам Иисуса Христа. Тот, кто воскресил его из мертвых, вложил в нас с вами веру, чтобы мы ходили и жили как победители. Слава Богу! И Библия говорит в пятой главе первого Иоанна, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий рожденный от Бога побеждает мир. И сия есть победа, вера наша». Аллилуйя! Отец, мы благодарим тебя за нее. Мы просим тебя сейчас открывать нам ее. Показывай нам, как ходить в ней, как питать ее, как развивать веру Божью. Отец, это твоя вера, и мы принимаем ее во имя Иисуса. И мы просим тебя развивать ее в нас. Мы принимаем Иисуса как автора и того, кто развивает нашу веру во имя Иисуса. Аминь. Давайте сделаем быстро обзор некоторых вещей. Первое, вы дух. Родился заново именно ваш дух. Настоящий вы это духовное существо. Вы будете жить вечно. Каждый дух, который когда-либо начал существовать, не может перестать существовать. Поэтому любой дух, в котором по-прежнему есть природа дьявола, который никогда не делал Иисуса Христа Господом в своей жизни, я говорю сейчас не о вашем теле, я говорю о вашем духе, будет заключен в сам ад, потому что дух человека это дух наивысшего ранга, который когда-либо сотворил Бог. И он находится с Богом в одном творческом классе, и мы можем видеть через Бога, явленного во плоти, человека Иисуса Христа из Назарета, мы можем видеть насколько человек могущественен в силе Божьей, мы можем видеть в других случаях насколько человек могуществен в силе тьмы и силе сатаны, смотря сегодня на некоторых лидеров в мире, понимаешь насколько было бы опасно, если бы это наполненное дьяволом духовное существо могло свободно действовать на земле, не будучи ограничено телом этого человека, вот где подключается ад, и Библия говорит, что ад был сотворен для дьявола и его ангелов, но если вы принадлежите дьяволу, вы получаете приговор дьявола, и поэтому вы должны будете отправиться в тюрьму вместе с ним, когда ваш дух отделится от вашего тела, вы дух, у вас есть душа, состоящая из вашего разума, вашей волей и ваших эмоций ваш дух питается духовной пищей и производит духовную силу, которая называется верой, ваш разум питается словом Божьим, как интеллектуальной пищей, и производит интеллектуальную силу, которая называется силой воли. Этот физический человек ест физическую пищу и производит физическую силу, которая так и называется, физической силой. И Иисус сказал, то, что от духа, это дух, то, что от плоти, это плоть. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Поэтому мы контактируем с Богом в нашем духовном существе. Мы не контактируем с Богом при помощи нашего разума. Бог не в нашем разуме. Он влияет на наш разум, но Он не у вас в разуме. Он в вашем духе. Ваш разум или ум находится в вашем духе. Он в вашем духе. Библия говорит, мы имеем ум Христов, но для того, чтобы ходить в Нем, мы должны обновлять наш ум в соответствии со Словом Божьим. Я хочу, чтобы мы снова вернулись назад и обратились к Слову Божьему. Мы остановились вчера на 12 главе послания к римлянам, где Слово Божие говорит в 3 стихе. «По данной мне благодати, каждому из вас говорю». Он пишет это послание, как и все другие послания. Послания к римлянам, 1-2 Коринфянам, филиппейцам, галатам и эфесянам, евреям, 1-2 и 3 Иоанна, 1-2 Фессалоникийцам, Титу, Филимону, Книгу Откровения. Все эти послания написаны телу Христову. Они написаны рожденным свыше верующим, в которых и на которых пребывает Дух Святой. Именно к этим людям обращены эти послания. И именно поэтому вам нужно сосредотачиваться на этих посланиях. Именно там ваша жизнь. Именно там ваша вера. Итак, послушайте. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должны думать, но думайте скромно». Вот как мы должны организовывать наши мысли. Мы должны думать по мере веры. Думайте скромно, по. По мере веры, какую каждому. Не имеется в виду каждому во всем мире. Он говорит о спасающей вере. Бог уделил каждому конкретную меру веры. И что это за мера веры? Хорошо, давайте обратимся к посланию к эфесянам. Кто-то скажет, я думал, это была вера с горчичное зерно. Нет, нет, там речь совершенно о другом. Там говорится о вере, но там говорится о ней с совершенно другой точки зрения. Послание к эфесянам. Первая глава, 16 стих. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Вы получаете мудрость и откровение в познании Его. «И это открывается в вас, после того, как вы родились свыше. Дух Божий пребывает в вас этим откровением. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Итак, послушайте. «И как безмерно величие могущества Его в нас верующих, подействуя державной силой Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых». Боже мой, какой вопрос. Он сказал, «Я хочу, чтобы Он открыл вам ответ на этот вопрос». Как безмерно величие могущества Его в нас? Или по отношению к нам, верующим. Величие Его могущества, Его силы должно было быть для нас, верующих. И именно поэтому Он воскресил Иисуса из мертвых. Иначе что польза было посылать Его на Голгофу? Он умер там за нас. И чем эта великая сила является для нас, верующих по действию, духовному действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых? Какое отношение Она имеет к нам? Хорошо. Продолжая дальше, во второй главе Он говорит, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя Господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Так что даже до того, как вы родились свыше, вы были духом, у вас была душа, и вы жили в теле, но вы были от вашего отца, дьявола. Этот термин использовал Иисус, разговаривая с некоторыми очень религиозными людьми, но они не были от Бога. Вы были по природе чадами гнева, и вы исполняли желания плоти и разума. Но Бог богат и милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Другими словами, вы помните, Он использовал слова действия, дела, воздействовал. Великая сила, которой Он воздействовал во Христе, когда воскресил Его из мертвых. Хорошо, следите дальше, потому что Он отвечает здесь на этот вопрос. Что означает действие этой державной могущественной силы для меня или для вас, верующих? Итак, послушайте. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, благодатью вы спасены через веру и сиение от вас. Божий дар не от дел, чтобы видите, снова это слово дел, дела, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ни один человек этого не сделал. Бог это сделал. Ибо мы Его творение. Он применил и воздействовал во Христе Иисусе своей могущественной силой, когда воскресил Его из мертвых. Когда вы сделали Иисуса Христа Господом в своей жизни, та же самая сила, не на каплю меньше, и, конечно, не на каплю больше, поскольку это была вся сила Божия. И все Его могущество действовало и работало в вашем духе. Когда вы были мертвыми в своих грехах и преступлениях, Иисус был мертв по нашим грехам и нашим преступлениям. Вы были мертвы по вашим грехам и вашим преступлениям. И то же самое действие Его могущественной силы, которой Он воздействовал во Христе Иисусе, когда воскресил Его из мертвых, Он воздействовал в вашем духе. Воскресив ваш дух из смерти, греха и преступлений, и воскресил вас, а животворился. Это то, что означает здесь этот предлог «с» во Христе и со Христом. Поэтому та же самая мера силы, или вера, та же самая мера веры Божьей, которая потребовалась, чтобы воскресить Иисуса из мертвых, потребовалась, чтобы воскресить из мертвых ваш дух и родить вас заново. И та вера, и та сила, которой Он воздействовал, действует в вас. И сила веры Божьей сейчас в вас. Слава Богу Всемогущему! Сила веры Божьей сейчас в вас. Воскликните кто-нибудь «Аминь» со Мною. Аллилуйя. Итак, та мера, которую использовал Бог, когда воскресил Иисуса из мертвых, это та же самая мера веры Божьей, которая пребывает сейчас в вас. Скажете, «Боже мой, если это так!» Я имею в виду, что Бог сотворил небеса и землю. Почему я не могу сотворить планету? Что ж, это та же самая вера. Но Библия говорит, что Он сотворил небеса и землю мудростью и пониманием. Он намного умнее в вопросе использования этой веры, нежели мы с вами. Аминь. Да. Я серьезно сомневаюсь в том, что вы смогли бы сотворить фасоль, а уж тем более планету. Но в чем разница? Это та же самая вера. Но мы с вами, послушайте, вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. У нас с вами нет столько откровения о вере. Это то, что мы делаем. Мы узнаем о ней. Аллилуйя. Но с другой стороны, вы сделали и будете делать в будущем вещи, которые по своему масштабу намного превосходят сотворение неба и земли. Поскольку то, что происходит с мужчиной и женщиной, с человеком женского рода, с человеком мужского рода, с любым из видов человека, когда он рождается свыше, слава Богу, это самое потрясающее чудо, которое только есть. И это будет происходить, когда вы будете служить кому-то словами Божьими в ваших устах. Ваша вера будет течь из ваших уст, когда вы будете служить тому человеку. Он родится свыше. Откуда, по-вашему, пришло это чудо веры? Оно вышло из вашего духа и из Духа Святого, когда Он помазал вас говорить слова того послания. И поскольку вы являетесь свидетелем Иисуса, слава Богу, вы возложите руки на больных, и они будут здоровы. Будете изгонять бесов и говорить новыми языками. Слава Богу. Иисус сказал, «Дела, которые творю Я, и вы сотворите, и больше сих сотворите, потому что Я к Отцу Моему иду». Что ж, благодарение Богу Иисус пошел к Отцу Небесному. Аллилуйя. Итак, вера, она от Бога. Бог дал каждому среди нас меру веры. Это дела Божьи, чтобы никто не хвалился. Это дар Божий. Это вера и та благодать, к которой она пришла. Итак, давайте обратимся к Евангелию от Марка. Поскольку я хочу затронуть то, что мы будем обсуждать, и о чем будем говорить всю следующую неделю, что станет очень-очень близким вам на всю оставшуюся жизнь. не только на этой земле, но на всю вашу оставшуюся жизнь, включая вечность. Уникальная часть человека, не просто его духовная часть, но та часть его, которая подобна Богу, которую мы не видим ни в каком другом Божьем творении на этой земле, а нам приходится иметь дело именно с этой землей, та часть нас, которая подобна Богу, это наша способность выбирать слова и говорить их, тем самым выбирая свою вечную судьбу. Говорить их, тем самым выбирать свою вечную судьбу. Библия говорит, сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению. Итак, послушайте, что сказал Иисус. И помните, вера, которая в вас, вера, которая во мне, вера, которой нужно жить, вера, которой вы спаслись, вера, которая является плодом вашего духа, вера жесть в субстанции того, На что вы надеете, она является субстанцией осуществления вашей мечты и ваших мысленных образов в Боге. Есть люди, которые не от Бога, учащие о воображении, визуализации, совершенно не так, как нужно. Но это не означает, что это не является истиной. Те люди используют часть истины. Но мы соединяем все это, ибо имя Иисуса, прозглашаем кровь Иисуса Христа над нашим духом, душой и телом. Итак, послушайте, что сказал Иисус? Иисус сказал, «Имейте веру Божью». Это Марка 11, 23. «Имейте веру Божью». Что ж, позвольте у вас кое-что спросить. У вас есть вера Божья? Да. Аминь. «Мне была уделена мера веры». Это Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Итак, это факт. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сиясь победа, победившая мир, вера наша. Это у 103-х свидетелей из Нового Завета. Пусть это будет подтверждено. Итак, «Имейте Божий вид веры, ибо истинно говорю вам, если кто, и так любой, кто скажет это, может иметь это. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем или в духе своем, но поверить, что сбудется по словам его, сбудется по словам его». По словам, которые он говорит. Но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Иисус сказал, «Имейте веру Божью». Именно так вы высвобождаете веру Божью. Итак, мы знаем, что мы имеем веру Божью, если мы сделали Иисуса Христа Господом в нашей жизни. И Он сказал, что именно так вы используете ее или высвобождаете ее. Вера высвобождается в словах и в соответствующих действиях. Сейчас мы сосредоточимся на том факте, что наши слова должны быть наполнены верой. И Иисус сказал, «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. За всякое праздное или бездействующее бесполезное слово, которое выходит из ваших уст, вы дадите ответ в день суда». Поэтому мы должны обращаться к Слову Божьему, раз это вера Божья. Мы обращаемся к великим и драгоценным обетованиям, посредством которых, как сказал апостол Петр, мы становимся причастниками Божеского естества. Мы обращаемся к этим обетованиям, вкладываем их в наши уста и говорим их, поступаем согласно им и говорим горе болезни, горе немощи, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Так что его вера и наша вера работают вместе, чтобы удалить это из нашей жизни, из наших обстоятельств и изменить этот естественный физический мир, говоря слова веры, поступая по вере, пока это не склонит свои колени. Поднимись и ввергнись в море. Слава Богу. Как многие из вас знают, каждая пятница на передаче «Победоносный голос верующего» является днем пожертвований. Поэтому позвольте мне прочитать вам это из послания к Галатам, 6 главы 6 стиха. Там говорится наставляемый словом «делись», или можно сказать «отвечай». Всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И многие из вас уже долгое время сеют в это служение и в эти передачи. Вы являетесь партнерами с Канетом и Глорией Коплант в этом служении и в том поручении, которое дал им Бог. И мы хотим, чтобы вы знали, насколько мы признательны вам. Мы благодарим вас за то, что вы стоите с Канетом и Глорией. Спасибо вам за то, что вы стоите с тем, что поручено этому служению. И отец во имя Иисуса, я благословляю наших партнеров. И если нас смотрит кто-то еще, для кого у тебя есть поручение поучаствовать в том, что делает это служение, я прошу тебя, Господь, ясно проговорить к ним и возгреть в них веру, необходимую для того, чтобы быть частью этого и начать вкладывать в Царство Божье и в то, что ты делаешь по всему миру. Мы благодарим тебя во имя Иисуса. Послушайте, если вы пропустили какие-то передачи на этой неделе, вы можете найти их на нашем сайте kcm.org.ua. Вы всегда можете посмотреть их там и нагнать нас. На следующей неделе Брат Коплин снова будет на этих передачах, поэтому мы приглашаем вас присоединиться к нему. Это очень актуальное послание для тела Христова, которое поможет нам одерживать победу. Слава Богу, даже в эти весьма трудные времена. Не пропустите эти передачи, сделайте для этого все необходимое. Обязательно присоединяйтесь к нам на этих передачах. И, конечно же, если вы пропустите какие-то из них, вы всегда можете зайти на наш сайт kcm.org.ua и в любое время совершенно бесплатно скачать их оттуда. Слава Богу. Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. До следующей встречи. А пока я, Джереми Пирсонс, напоминаю вам, что Бог любит вас. Мы любим вас. И Иисус Господь.